Тима этой недели — святая и благочестивая жизнь. Спасибо за ваш энтузиазм. Я тоже очень рад. Есть один из стихов Библии, который уже давно крутится у меня в голове. Я решил сделать его центральным стихом этой темы. Второе послание Петра, 3 глава. «Одень Господа придет внезапно, словно вор». Речь о втором пришествии Господа. Он вернется на землю, и это так же точно, как его приход в Ифлием. Ни о каком другом событии в Библии не написано так много, как о втором пришествии, но при этом сказано, что он придет как вор, то есть мы будем не готовы. Для большинства это будет неожиданностью и для вас тоже. В этот день с грохотом исчезнут небеса, тела небесные будут уничтожены огнем, а земля вместе со всем, что на ней будет сожжена. Если все будет уничтожено, то какими людьми следует быть? Думаю, это очень важный вопрос. Царь царей, судья всех живых и мертвых, творец неба и земли, вернется на землю, чтобы увидеться с нами. Какими же людьми нам следует быть? Думаю, тут не подойдет какой-то мимолетный ответ. Пожимание плечами и слова «ну, я произнес молитву покаяния». Какими же людьми следует быть? В конце июня мы едем в Израиль. Нас собралось 200 человек. Это значит, что перед поездкой наши телефоны разорваются. Какую обувь брать с собой, а головной убор нужен? А какой крем от загара подходит для Ближнего Востока? Лучше сидеть в помещении. На этом камне сидел Иисус? А сколько мне брать с собой перекусов? Поездка всего на 10 дней? И мы отвечаем на тысячи вопросов о поездке. Иисус грядет. Какими людьми нам следует быть? Важный вопрос. Я попытался ответить на них очень просто. В нескольких словах. Я считаю, что это должен быть человек, посвятивший свою жизнь служению Господу. Вот и все. Я говорю не о сидении в церкви, не о сцене или проповеди. Вы можете быть мясником, молочником, кузнецом, но вы должны посвятить свою жизнь служению Господу. Это ваша цель. Если вы живете не так, то его второе пришествие будет для вас не очень приятным днем. Мы должны быть людьми, которые служат Господу. В этот период в истории нашей страны служение — это не очень модно. Культурные тенденции, мода похожи на маятник. Много лет назад все носили брюки-клеш. Я думал, мы больше никогда их не увидим, но вот они снова в моде. А если мы проживем еще дольше, они могут вернуться еще раз. Боже упаси. В истории нашей страны было время, когда служить было модно. Было время, когда юноши и девушки самых богатых, известных и влиятельных семей нашей страны служили на миссионерской Ниве как миссионеры. Теперь в это сложно поверить, не так ли? Об их поездках писали первые полосы самых известных газет в стране. Сейчас это звучит как сказка, не так ли? Вы представляете, чтобы в вечерних новостях нам рассказывали о юношах и девушках, которые служат по всему миру миссионерами. Это наша история. Это было не так давно, всего лишь в 60-х годах. В то же время основали Корпус Мира, и мы посылали тысячи молодых людей по всему миру, но уже не для евангелизма, а чтобы послужить людям в мире. Служить было модно. Сегодня это не так. Кто-то рассказал мне об опросе, который показал, что главная цель молодых людей сегодня — это быть знаменитыми, неуспешными, невлиятельными, а просто знаменитыми. Служить больше не модно. Посмотрите на Евангелие от Иоанна 15 главу, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это не значит стать мучеником, а просто поставить чужие интересы выше своих». Римлянам 12 глава. Итак, умоляю вас, братья и милосердием Божиим, представьте тело ваше в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. А вот что такое поклонение — принести свое тело в жертву. Если вы читаете Ветхий Завет, то знакомы с жертвоприношениями животных. Но перед тем, как животных приносили в жертву, их лишали жизни. А Новый Завет говорит, чтобы мы приносили свои тела в живую жертву. Раньше жертва попадала на жертвенник уже без каких-либо желаний. Ни одному агнцу не удалось уйти с жертвенника. Принесите свои тела в жертву живую. Мы думаем, что поклонение — это музыка. Я подслушал один разговор. Какое поклонение вам нравится? Я люблю гимны. А я люблю современную музыку с хорошими барабанами. Мы запутались. Тут речь о музыкальном вкусе, а не о поклонении. Разные вкусы — это хорошо. Но это не имеет ничего общего с поклонением. Поклонение — это приносить себя в жертву. Вы скажете, это безрассудное поклонение? Нет, в этом нет ничего необычного или излишнего. Это не только для супер-христиан. Римлянам 5 глава. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Тут есть сделка. Бог сделал что-то для нас, когда мы были еще безбожниками. Он послал своего Сына, чтобы тот принес себя в жертву за нас с вами, взамен на наше с вами резонное служение Ему. Речь не о мученической смерти, а о том, чтобы служить царю царей. Вот в чем суть. Вот какими людьми нам следует быть. Мы должны быть посвящены служению царю. Это сделает нашу жизнь лучшим. Это сделает наш мир лучшим. Я знаю, что сегодня многие говорят, что нет исторических доказательств того, что культуру можно изменить, и мой выбор ничего не решает. Поэтому лучше я буду делать то, что лучше для меня и для моих детей, ведь они — моя главная ответственность. Я не согласен. В истории нашей страны было много моментов, когда смелые мужчины и женщины шли на жертвы, чтобы мы могли иметь все те радости и свободы, которыми мы наслаждаемся сегодня. Наша с вами жизнь досталась нам небесплатно. За нее была заплачена огромная цена. Я понимаю, что в современном мире все говорят о том, что экономическое благополучие должно быть для нас на первом месте. Как получить больше? Кто даст нам больше за меньшую цену? Кто будет заботиться обо мне? Я хочу публично поблагодарить Бога за то, что в истории нашей страны были люди с другими взглядами. Мы живем здесь сегодня, потому что одно поколение за другим имело взгляд на жизнь, которая отличается от того, что преобладает в современном мире. Американская революция началась благодаря тому, что плохо организованная группа людей решила, что тирания Британии неприемлема на отдаленном континенте. И вот группа переселенцев, неорганизованных и с плохим финансированием, а также почти без поддержки других стран, с мизерными шансами на победу, решила выступить против самой сильной армии в мире. Они вышли из лесов и полей и поднимающихся городов Америки и выступили против британских военных. Исход был ясен. Все понимали, что британцы раздавят бунтарей, а те, кто осмелились выступать против них, лишатся свободы. Причем до конца своих дней. И при таких мизерных шансах исход был неожиданным. И так родилась наша страна. Я прочел много книг на эту тему. Британские солдаты свидетельствовали о том, что генерал Вашингтон находился в таком положении, что нельзя было промахнуться. Но почему-то он ушел от пули. Я славлю Бога за таких людей. Но это было не один раз. В нашей истории полно поворотных моментов. Когда целое поколение людей шло на жертвы ради нашей страны, такое сражение было даже в нашем городе. Битва у реки Стоунс. Каждый раз, проезжая мимо этого места, я вспоминаю о жертве, на которую пошли люди, чтобы мы сегодня имели свободу. И люди говорят, сегодня ничего не стоит того, чтобы за это умирать. Вы не правы. Если вам не за что умирать, то у меня вопрос. Ради чего вы живете? А вы знаете, что такое дебаты Линкольна Дугласа? Помните о них из уроков истории? Помните, как вас закрывали в одной комнате с тренером? Никто из вас не хотел быть там? Со мной тоже такое было? Я люблю тренеров, но с истории они не могли мне помочь. Если мы не помним свою историю, мы вскоре повторим ее. Была серия из семи дебатов между Авраамом Линкольном и Стивеном Дугласом перед выборами в штате Иллинойс. Они считаются примером лучших и самых логических политических дебатов в истории Америки. Стивен Дуглас выступал за рабство, а Линкольн, напротив, эта идея определяла всю его жизнь. Стивен Дуглас говорил, что вопрос рабства нельзя решить на общегосударственном уровне. Это вопрос выбора. Каждый регион и штат должен сам сделать этот выбор с учетом своего экономического благополучия. Это следует решать не федеральному правительству. И он выступал за это очень красноречиво и страстно. Затем выступал Линкольн. Он тоже сказал, что выступает за право выбора. Но если право выбора одного человека ограничивает свободу или угрожает жизни другого человека, то это нельзя называть свободой выбора. Он выступал против рабства. Забавно, что спустя сто лет мы все еще спорим о свободе выбора и свободе влияния на чью-то жизнь. Потому что мне что-то неудобно. Гражданская война не приняла доводы из дебатов. Она приняла лишь самые кровавые конфликты в истории нашей страны. Это не первый раз, когда в нашей стране противоположные мнения. Это не первый раз, когда у нас принимаются безбожные и аморальные законы. Требуется невероятная решительность, сфокусированность и мужество, чтобы выстоять против них. Именно история нашей страны принесла нам все наши свободы. Это дало нам возможность нести Евангелие по всему миру. Тут не о чем спорить. Мы страна с христианским наследием. Вопрос в том, что будут говорить о нашем поколении, что будут говорить о нас. Мы просто потребители всех прав и свобод, или мы глотаем их так, будто бы они ничего не стоят, игнорируя жертвы предыдущих поколений и оставляя банкротами следующие поколения, потому что мы на такие жертвы не готовы. Или мы живем так, что у следующих поколений будет еще больше свободы. Марка 10. Иисус и ученики ведут дискуссию. Все очень серьезно. Иаков и Иоанн приходят к Иисусу с просьбой. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай мне сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. А почему бы не попросить сразу все? Они попросили не еще один десерт, или досмотреть до конца футбольный матч. Мы хотим сидеть на престолах по обе стороны от себя. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Иногда ваши амбиции ослепляют вас. Они были ослеплены той огромной просьбой, с которой они пришли к Нему. Они хотели быть выше своих собратьев. Эта просьба была ориентирована на группу из 12. Мы хотим быть впереди них. Иисус говорит, вы не знаете, о чем просите. Можете ли пить эту чашу? Их ответ очень короткий. Можем. Это не записано в Библии, но история церкви говорит о том, что они оба умерли как мученики. Они выпили эту чашу. Я вам гарантирую, что они понятия не имели, о чем они говорят. Иисус сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Не я это решаю. И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Думаю, Марк был очень сдержан в этом случае. А вы как думаете? Думаю, когда остальные десять услышали о просьбе Иакова и Иоанна, они не просто слегка огорчились. Думаю, если бы там не было Иисуса, им бы досталось. Думаю, как минимум, за ужином они открыли книгу бытия и прочли им об Иосифе и его мечтах, а потом дали им несколько брошюр с турами в Египет. Они начали негодовать. Вы хотите стать выше нас? Вы хотите обойти всех нас? Это были ближайшие друзья Иисуса, лучшие из лучших. Они вместе с ним путешествовали, учились у него, а теперь ругаются из-за эгоистичных амбиций. И в 42-м стихе сказано, Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус пытается дать им другой взгляд на лидерство, которое отличается от точки зрения их мира. Он говорит, «Я самый могущественный человек, которого вы видели. Я приказываю бурям, изгоняю демонов, открываю слепым глаза и даже воскрешаю мертвых. Но при этом я пришел, чтобы послужить вам». Иисус представил совершенно новую идею. Мы называем это «Лидер-слуга». «Величайший среди вас, тот, кто больше всех служит». Лучшее заявление о лидере-слуге я услышал от бизнесмена Кена Бланшарда. Он написал книгу «Менеджер за одну минуту». Помните? Это небольшая книжечка, моя любимая. Однажды я был на его презентации. Он принял Иисуса уже во взрослом возрасте и рассказывал о своей жизни веры. Видно, что ему удавалось не все и не сразу. И вот он рассказывал, «Мне говорят молиться перед каждым выходом из дома, а я выхожу и забываю о молитве». И после этого он минуту ругался. Но потом я все понял. Я придумал план, и теперь я никогда не вхожу из дома без молитвы. Я прячу всю обувь под кровать. Например, я спешу навстречу и ношусь по дому, чтобы собраться, и вот я готов выходить, а обуви нет, а обувь под кроватью. Я опускаюсь на колени, при этом ругаюсь, а потом вспоминаю, что нужно помолиться перед выходом из дома. Теперь я молюсь каждый день. Мне нравится его честность. Он сказал, «Лидер слуга не означает, что вы постоянно приносите всем кофе». Это значит, что вы готовы принести кофе любому и в любое время. Иисус не сдавался. Он сказал ученикам, «Когда мы придем в Иерусалим, вот что со мной произойдет». Петр отвел его в сторону и сказал, «Да не будет этого с тобой». А он ответил, «Отойди от меня, Сатана». Иисус не спрашивал у учеников, «Как вы думаете, что мне делать? Как нам победить в этом сражении?» Он рассказал им о главной цели. А затем он сделал все, чтобы помочь им пересечь их финишную черту. «Петр, я молился за тебя, чтобы твоя вера не ослабела». В день своего воскресения он нашел их и сказал, «Перестаньте сомневаться и поверьте». Он встречался с ними в первой главе Деяния апостолов перед тем, как пойти на небо. Он сказал, «Не уходите из Иерусалима, пока не будете крещены во Святой Дух. Вы получите силу, чтобы стать моими свидетелями». Он служил им, чтобы они могли хорошо закончить свой забег. А какими людьми нам следует быть? Нам нужно служить Господу и предложить нашей жизни как жертву для Него. Это не умолит вас, а принесет чувство удовлетворения. В 1-м послании к Коринфянам 12-й главе сказано, что мы тело, а все части тела нуждаются друг в друге. Если вы хотите делать что-то значимое в жизни, то это подразумевает участие других людей, а также вашей веры. Люди говорят, «Я не должен ходить в церковь, чтобы быть христианином». Вы правы. Вы можете принять Господа на парковке супермаркета. Для этого вам не нужен ни пастор, ни священник. Тут я с вами полностью согласен. Но вы никогда не достигнете зрелости в одиночестве. Мы нужны друг другу. Я понимаю, что это неловко и беспорядочно, но именно так мы и растем, так мы очищаемся и готовимся. Мы нужны друг другу. Я не хочу, чтобы вы пошли на небо с оской и памперсом. Я хочу помочь вам вырасти. Мы должны хотеть меняться. Быть последователем Христа значит меняться, расти и созревать Господи. В послании филиппицам Павел дает нам свое резюме. Он гордится им и представляет его нам во всех деталях. Пишет, что лучше нас, и начинает с восьмого дня, когда он был обрезан. Вы бы тоже гордились своим резюме с таким началом. А затем он говорит, «Но все это я считаю потерей ради познания Иисуса. То есть в моей жизни произошли огромные перемены». Он не хотел критиковать или осуждать свое наследие, но он говорит, что ему пришлось меняться, чтобы дальше служить Господу. Мы почему-то думаем, что наша история с Богом закончилась на том, как мы родились свыше и приняли крещение. Но вопрос в том, какими людьми мы должны быть. И он подразумевает постоянные изменения. У меня есть фотография, на которой мне 16. Я был здоровым и водил скоттер. Жира на моем теле почти не было. Моя сердечно-сосудистая система была просто супер. Мой метаболизм был как у пылающей печи. Я думал, что упаковка печенья и килограмм мороженого – это лишь закуска. Я был таким здоровым. Недавно я ходил к врачу, принес ему мое фото и анализ крови, и тот неблагодарный, недалекий человек выбрал анализы. Он сказал, что ему не важно, каким здоровым я был в 16. Ему важно, какой я сейчас, в мои 30 с лишним. Не смейтесь, пожалуйста. Но именно так наивно мы относимся к своей духовной жизни. Я вас рассмешал. Мы рассказываем о том, какими мы были когда-то. Я благодарен за эти истории, но вопрос в том, как я забочусь о себе сегодня. Важный вопрос для нас с вами – в чем мы меняемся сегодня? Чему вы учитесь у Бога? И как вы набираете сил? А еще важно помнить о благодати и милости. Посмотрите на Иоанна 1,17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». А вы знаете, что такое благодать? Это незаслуженное благословение и благость Божия. Важно, чтобы благодать и истина были вместе. Бог делает для нас то, чего мы не заслуживаем. Он дает нам благословение, благо. Но вы не будете жить в свободе, пока не объедините благодать с истиной. Иисус сказал «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он не сказал, что благодать сделает вас свободными. Если вы примете благодать, но не примете истину, то лишитесь свободы, которую дает благодать. Библия говорит, что благодать Божию можно сделать неэффективной и непродуктивной. Нам нужна истина. Поэтому Библия говорит «Покупай истину и не продавай ее». Поймите, в церкви нет идеальных людей. Это не зал славы, а больницы. Мы не идеальны. Но Бог работает через такие треснутые горшки, как мы с вами. Он делает это, потому что через эти трещины может пробиваться Его слава. И люди, глядя на нашу жизнь, говорят «Только Бог мог сделать что-то хорошее из этого треснутого горшка». Вы совершенно правы. «Присоединяйтесь ко мне, тут есть место для еще одного треснутого горшка». Так Бог получает славу и честь. Мы не идеальны. Вспомните героя в Библии. Авраам был нетерпеливым, а мы называем его отцом веры. Яков был обманщиком, Моисей убийцей, Давид прелюбодеем, Фомасом бающимся, Павел гонителем, а Аллан? Можете сами заполнить этот пробел. Нам нужны и благодать, и истина. Благодать без истины неустойчива. Бог меняет нас силой своей истины. Если вы не хотите меняться, то делайте благодать Божию неэффективной. Так что благодать и истина. Итак, какими же людьми мы должны быть? Я считаю, что мы должны быть людьми, которые решили служить Господу. Бог дает вам дары, таланты и сферы влияния. Не тратьте свои силы на временные вещи. Делайте все, что нужно для жизни. Но пусть вашей величайшей страстью остается служение Господу и Ему одному. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа. Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» «Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. Субтитры создавал DimaTorzok